Добрый день, меня зовут Лука Мороне, я являюсь синологом компании Коли Массари. История нашей компании начинается с 1998 года. Я бы хотела сказать, что у компании Коли Массари есть две больших страсти, два больших увлечения, которые определяют наш образ жизни. Первое наше увлечение, об этом, конечно же, вкратце, это парусный спорт. И наши представители два раза выигрывали всемирную регату. И вторая страсть, которая, в общем-то, естественно, прежде всего интересует нас сегодня, это виноделие. У нас есть две винодельни, вина которых представлены в ассортименте компании L-Wine, и которые мы рады представить любителям вина в России. Я бы хотела сказать, что наша винодельня объединяет единая философия, единый подход к производству, к созданию вин. Это биодинамический подход, это подход, который связан с уважением природы, уважением лос, уважением терруара. Мы стараемся свести к минимуму вмешательство человека в процесс создания лос, в процесс созвозревания винограда. Естественно, к минимуму сведено любое вмешательство в плане возделывания лос. Наши вина, как вы очень скоро сможете заметить, являются очень элегантными по своей структуре, по своей природе. И мы уверены, что эта элегантность и эта утонченность во многом достигаются благодаря нашему подходу, который мы исповедуем в нашей компании. Хотелось бы сказать пару слов о Бапелосионе Монте-Куко, который 2011 года является классификацией Дио-Чи-Джи. Здесь мы производим сорт Сан-Джувейзе. В Болгарии мы возделываем сорт Каберне-Сувенион. И также очень интересен сорт Ферментино, который является единственным белым сортом, которым мы занимаемся в компании. Мне бы хотелось рассказать вам прежде всего о том ассоциативном ряде, который возникает в моем воображении, когда я стала размышлять о том, как можно было бы ответить на ваш вопрос. Говоря о нашем Винеград-Тамакко, давайте посмотрим на этимологию этого слова, на этимологию названия Град-Тамакко. Макко в переводе цитрусского означает «железо». Железом богаты почвы, на которых мы возделываем наш виноград. Соответственно, минеральность наших вин обязана составу почвы, на которых мы возделываем виноград. И здесь я прослеживаю связь необходимости кропотливой ручной работы, кропотливого ручного труда, которое необходимо как для создания любого произведения искусства, так и для создания любого хорошего вина, которое может дерзнуть, быть приравненным к произведению искусства. И еще раз хочу подчеркнуть, что для меня любое произведение искусства – это прежде всего кропотливая ручная работа человека, работа изо дня в день. И только такой подход может привести к результату, который может быть приравнен к произведению искусства, в какой бы то ни было области. Продолжение следует...